На этот двор. Ну, конкретно, мне кажется, просто конкретно именно по телевизору этих людей. Един раз тут приехали такие мощные джипы с охраной, говорят, все, мы вас населяем. Вот народ к тому времени стал болеть. Все, кто жил, все по горам. Тут раньше работал сверху земнок, Станислав, знаменитый московский фотограф книги. Значит, там был Мемчуков, тут был Толя Масичук. И они все уже были болели, эти люди. Ну, вот приезжают люди, которые говорят, мы забираем ваш двор. А я один остался, его еще никого нету, там тоже все бронисты, я один. Я говорю, как это вы забираете? Не рассказать, Женя, где суд, ничего. А вот пришел представитель некой компании, которая уже в БТИ получила документы. И вам нужно всем населяться, всем сказать, что нам всем населяться. А я только-только нашел концы Савелья Ямчукова. Только-только. Я говорю, а можно сделаю один звонок, как говорится в кино, прощальный своему адвокату? Да знаете, кому угодно, нам все равно. А у меня вот там такой телефончик стоял такой с громкоговорителем, телефон-факс. Я только-только знал, что Савелья, думали, что он умер. Он мужчину говорил в те годы, и думали, что он пропал. А я его нашел, случайно, совершенно другая история. И я набираю его телефон, говорю, Савелья Васильевич, тут какая-то комиссия, какая-то женщина из БТИ, начальник отдела, говорят, что распоряжение, всех вас выселяют, что вам три дня на выселение, а все больные, один в полицию, вы там тоже болеете. Тоже ничего нет. Как мне выйти? Он говорит, что это за дама? Я говорю, ну да, начальник отдела БТИ, которая получила распоряжение, у нас всех выселяет. Он говорит, у тебя есть громкосвязь? Я говорю, ну да, у меня на телефон-факс. Включил громкую связь. Савелья Васильевич славился ядрёй русским языком, когда это было нужно. Известно, когда это всё сложное, он мне на понимание на каком не обращал, на гендерное различие не обращало внимания. Я Савелий Васильевич как тут врубил, такое вещь по факсу, вот оттуда, вот сюда вот, вместил. А девушка была сейчас в лицепре. Она говорит, да у нас, за нас, за нас заступается тот, до Михаков, там, до Лужков, там, для всех, там, да, куда-то, там, там, которые матерят, все-таки, цена-таки. Я тоже на голову пустил, сюда говорю, факс, там, стоял, девушки нет. Девушка отбежала. а стыка представитель цель сеть вот она девушка ушла уже не трогать парень стыкнуть дай ему подавиться пускай провалят как сделать так не про поручил мы таланчике вы сами идете быть и сами после этого правда сюда приехал написал письмо то ли же был путин у вас и путину лужкова сам газету правда и известен друзья у него не двигаться сюда телекопанию есть значит что вы как двор художник уже через 30 лет почему не просто там накричал на правил какой-то харизму там он просто еще подключил все речи и спас да то время был конкретно очень серьезным вот такой вариант населения всех этих краски он конкретно реально спас но те не прекратили шабашане конкретно значит городе или коммерческим нам всем вентили коммерческие товара без суда следствия без объявления и на основании уже суде судов по имущественным долгам нас тут тоже ставится но когда в то время значит умирает савелий это был год а ушко выбирают с работу и поэтому все применилось как бы вроде бы от нас отстали слава богу будут оставить художники работают в дворе но часть людей уже в коем-во время нет да что время с работой это звучит на чему самому сверху да звучит серьезно время звучало все серьезно поэтому двор сохранился но все ста все люди которые жили раньше уходили ушли из жизни и по очереди я еще раз повторяю сверху была мастерская остаться земноха это был такой знаменитый московский фотограф он мужу-то и пожил человек он начинал с того что был оператором автор мупырьева на фильме братья карамазов но как вы знаете историю во время всего фильм братья карамазовая вся первая группа умерла умерла человек умер сантуриев умер по моему сыну его все выпукли на съемочность и этот земнох так испугался это даже так спасла рука что он бросил работу оператор сбежал и забежал и занялся фотографией это мне сам говорю что так получилось что я так испугался на творог какие-то фильм когда снимали лавров и это самый актер лавров и ульянов они снимали как режиссеры да они пыли в том или неужели поэтому стас стал заниматься фотографиями вот значит та была выставка северия пчакова который славился тем что защищал русскую культуру там по всей россии вот и он тоже там у меня тяжело болел умер на пскове на монтаже выставки своей у него была коррекция зваска для друзей вот так я своем чукова написал в четвертом сам стал то лучше а вот получилось это не уставать я не в рот как бы слышали многие люди написаны вот я таким образом я придумал коррекцию портретов говорим у меня все друзья там художники там но люди обычные там известно мне будет написать его пачку и них нет людей чтобы коллекция были люди и знаков многое сэр дай он говорит возьми то время не то время не то время то время я написал против насти мискин и моя знакомая телеканал телеканал позировать мы с которой была звезда нашего советского русского тенниса большого начался уже зовут я девушка но примана и 1 завоевала гран-при 2 2 2 2 1 и вот я даже тут сижу для мастерской и сама идет с большой компанией грузии 2 2 часа и 100 приехал в короткое время вот эти дипиши вот я принялся и писал за короткое время он не обнял расслабит хорошая работа мне нравится и сейчас она в коллекции у его дочери махинчук а вся коллекция началась портретная серии с портрета именно вот только мосичука это его работа это вот хозяин бывший кромитерской это вот такой по-своему знаменитый московский игрописец он чему заменить тем что он молодые годы сделал 5 станции метро о чем был и живописец и монументалист и скульптор и так далее вот он день зарабатывал то время было на сути ментально которая кормила художника там были большие большие проекты метро так далее поэтому он делал 5 станции там юрдик у меня звание авиамоторная крылацкая ну да такие вот он сделал не только как и как как дизайнер метро и как он стал живописцем до как нужно это сразу же писал на последней стройке сломал себе ногу потрясающе там упал с листок там на монтаже он делал думать и чеканки выгодки едианские там кого чего и когда его из полиция привезли он говорит я лежу нога в гипсе вся такая задница до 5 до пятки и горит работа маленькая не помещается но только надо писать работы большие с помощью гигида перед на кисти поэтому он говорит чтобы везде не подопнуть я поставлю большую фосфор только чтобы расходила как писать и стал взять картину пока я болел а потом будет когда я выздоровел нога зажила думаю а зачем мне нужно это метро деньги 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 а тут какие красота живописи хочу заниматься живописи и он после этого случая жестко перешел на санкро искусства последние годы же очень бедно потому что работали не покупали но не покупали по причинам не несколько у него работы очень хорошие если вы видите его за тебя работа в интернете набрать живописи анатолий мастерчук а увидите что-то очень поздно но он когда стал писать у него очень не связи по своей у него или работы за большие деньги реально ну скажем купили работу для короля испании по заказ там носком за 15 тысяч там тех денег еще поэтому планку свою как будто уже знал поэтому когда закупки прекратились а у него же планка 15-20 тысяч идея такая что стоит на работу так верно есть такой закон что если ты добился покупки работ за какие-то деньги то потом понижать нельзя потому что ты обижаешь тех кто купил тебя за двор значит их обман получается раз ты продавал 50 и должен там продолжать 5 долларов там за 5 то что ты просто обманывал те кому продавал за но они сейчас да нет нет мне об этой фишке еще говорил мой товарищ по молодым годам миша михеев семякин когда что многие советские авангардисты уехали в америку и начали там с покупки скро миллион долларов картину московский раз и он думает что это будет каждый каждый день проходит полгода чек спустил себе дачу квартиру машину в америке я не спустил и у него не покупать за миллион долларов давайте 500 тысяч долларов и говорят ну как бы вроде бы ты миллион стоишь ну давайте там за 500 а потом до 10 долларов и чек опускай в росток просто потому что как бы поддержать плану сил нельзя значит ты пошел на все сейчас время изменить меня сейчас то люди продают работу по-разному там поэтому а мастичок четко решил я продаю только за эту таксу не меньше чем 10 тысяч евро но не было покупать у него за такие деньги год-два вот я с ним живу 10 лет вот нет у него покупателя он все работает работает его было только 3 тысячи холстов и где-то 10-2 рисунков техники же здесь на бумаге маслом и техники там просто графика чистая и вот у него это все наполняется наполняется папки работами 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 а не покупает ничего но плавку пенсию получил спадж на пенсию потом мы вот при мне вот такой случай курьезный он тяжело заболел ночи да поскольку он жил так сказать жил конуре свои дела никуда он сказать плохо питался ну прошу минимум среди просто молодежь человек был настоящий битинга он просто жил 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 просто вот искусством но еще платежка одна то что он нашел свой секрет житель с какой-то секрет и скрома пищи от меня там лет дениса мы публично работаем а он закрывался на все ключи я работал в тайне он в тайне работал я один раз со всех этой мастерской до меня который был художник сейчас и тот же известно народный художник геннадий правоторин и нашел запуском там хлеба какого-то случайно беремли открытые и увидел только за работой а холст законченный зарубленный холст 2 на 2 и он уже последний день москве ген увидел как он его заканчивает он вырвался взял нож и холст поедал при нем без компромисса кто где-то и нужно видеть пока нет не подпишись на холсте надо вспомнить подразделище про мороженый пояс да да сейчас это да это вообще не помню так вот так вот он он творил в полный заряд я говорю а что ты так скрываешься из циклета у меня там есть фишки я ученик есть никому не передам а в чем фишка у него он добивался структурных таких вот трещин холстей добивался наслоение где краска как бы светилась по-своему я же только одну и фишка чего он заболел тяжело на самом деле он краску втирал вот щекой ладонью и когда он втирал краску в холст холст и грубый писал на новый холстах на дешевых холстах писал то он себе кожу растирал до королей потому что он и вот он добивался такого мягкого втирания таких вот плоскостей таких вот когда краску втираешь то там появляются есть и всякие переходы красивые появляются это я знаю и он так писал много лет подряд а много пользовался белилами а это все чистый яд и у него через разрывы кожи через потёртся ской пошло заражение кровью это как именно эти вот пыталась и он он стал болеть он был полный красавец молодости он был по внешности как кулио беседс тип мужчины и он был таким же примерно пижон он был такой шляпу там его там пальцы перки он заработал метро не будет дополнил сейчас вопрос да я немного его человека застал действительно был удающийся человек то есть был настоящий такой вот поздний советский маргинал который снимался чуть ли не у Тарковского в эпизодах там случайно так между делом вот сделал 5 или 6 станций метро в Москве и много еще там что-то за границей еще там бесконечное количество много денег но все спустил и жил потом вот здесь жил уже в бедности подкармливаемые так сказать всеми нами друзьями да писал так сказать в одиночестве никому ничего не показывая и в конце концов завещал свой прах развеять ну да что я сделал его сыпло из окна соседнего дома вот он заболел облысел потерял зубы заразил кроме телометалла но писать не кончил эти работы рукой он писал рукой до конца пока он был жив и он независимо от своего здоровья он только выкармливался из очередного приступа он тут же за хвост закрывался на все замки и писал свои шедевры вот еще мечтала что однажды и там выставка какой-то работы была выставка через два года по телу смерти делали делаю циротель у себя в академии да 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 вот куда работа делись его мне неизвестно потому что он я знаю что он дружил с неким бессмертным бывшим министром национальных дел он был товарищем еще в те годы когда министр министр я знаю что у него особняки было то 40 его работ у него были тысячи вот он там передал тому передал но как-то собрали коллекцию его работе тему не знаю что передали передал но работа конец и отмомат его все растут а потом когда были события а потом еще попал в студии интересную значит снимался фильм лет 15 10 назывался он на веселые похороны это по по улице к этому так снимался бы на роли адулов который снялся волюборгом художника и умер от рака это же умер так вот и же фамины долго искал че холсты будут фоном для картины чего пока и нашли работы носичка снимали тут сюда пришел из карас адулов на фоне его картин потому на дикто работа отдавал на вас фильмы возили работы и не скажу то написал по заказу под именно сюжет фильма вот и когда наконец-то и он настолько был человеком в себе как-то по своему виден что он просто что он там на чек в кино не фамины режиссер а поскольку работы делают картинку бэкграунд и они участвуют как бы в сюжете то он был главный герой он говорил что я думаю что там он там дурак не умеет компоновать умеет там собирать картинку там и когда мы сняли от фильма премьера совпало со смертью ельцина примера фильма но еще и похороны и попали ельцина поэтому премьера в октябре сняли пример она вообще фильм закрыли после этого поэтому совпало по по всем фактам это полная ерунда вот и да и примеры не было никакой значит а то ли мизер на то что надо понимать что умер ельцин и все похороны прокатывать никак по сценарию он все равно обиделся что его не позвали на примеры говорят не было бы премьеры мы умер ельцин и премьеру закрыли там показали там десяти человеком которые за пришли за закрыли просто показали фильм без рекламы все и в этом тебя не позвали так вот еще только развился на всю съемочную группу и когда эти люди вся съемочная группа и фамины все эти все эти ребята сюда пришли с ним помириться но с водкой там с колбасой там к нему он вышел и пошли на все там тихо лидер всех вас везде предатель люди так уважаемые они не предали и даже не предали умер ельцин в фильме показали по предмету свою ельцин первая история смешная характера вторая история тяжелый валет один раз я не появился в такой молодой известный творимый врач из сейчас к института я бы что живешь то ли так болеть тяжело ему нужно попасть хорошему врачу поделать диагноз а что там враг там у него там что у него про бодение там уже там тело учительный болей мы именно вот что-то связанные с нет давай с ним познакомлюсь и помогу чем я при этом молодого человека к нему гости мы общаемся и он вдруг говорит вы знаете моего шефа профессора известнейшего московского хирурга ваша книга как и кого на столе стоит картин он был на какой-то выставке и там уже книги продавали он убил писать какой гениальный вот билок артику говорит давайте с ним договорюсь вы подарите ему картину свою любовь операция 1 северная стоит а он сделал совершенно назад задарение он будет подняться принесла ну давай туда мы звонит и говорит вот я сижу вашего гостях вот картина которая кто-то тут висит и говорит вот я предложил что вы сделаете ему там диагностика операции потребуется серьезнейшую любую а он вам подарит картина то ли говорит почем у него операция стоит здесь и за день я говорю ну что вопрос ну как купите какая разница почем картина где спасает жизнь и какая разница почем ты просто согласись не спасут он говорит ну постолка а у меня в три раза дороже до свидания это такой мой молодой друг хирург сидит такой я пошел ну иди он оказался от жизни потому что читал что работала стоит дороже чем любая операция тоже был такой у него характер интересный я бы закончил истории с мороженой курицы отличный эпизод когда еще анатолий был полный сил в 70-х годах он попал зимой напали хулиганы а тогда это был совсем другом чем сейчас а он нес собой домой мороженую курицу и этой курицы отмахался в делах хулиганов совершенно таскать области поэтому крикеры кто еще хочет комиссаром тела где звездные цитаты а сюда приезжайте еще спите сюда вот 32 успеете ну так дождите так сейчас я уже заканчиваю сейчас я подъем ну вот я как раз рассказал вам историю про этот двор тут еще на самом деле были очень много интересных историй таких сумасшедших совершенно например кто мастерской работал напротив и знаменитый московский художник-комменталист филачев рик павлович который к сожалению трогически погиб 60 лет тоже был очень интересный человек вот потом потом кто мастерской где он работал до получили стало в последние годы передъездом израиль тут работал самый знаменитый художник книги советской-российской таянгер аркаша это был потрясающий совершенно художник такой человек потрясающий вот он перед тем как тут все закрыли он тут работу своей супругой марии не отработали поставил компьютер свои тут работала в книге и вот не на самых сытых людей которых я помню запомнил вот там неплохо но двор был наполнен какими-то интересными сейчас тоже надеюсь что все это продолжается если ребята все в жизни кипит и ворка спасти на самом деле когда двор забирали было очень напряженно потому что они отстали от нас после сверху не после когда все кусили просто потом после этого потребовалось большое напряжение всех сил все художников которые вот еще оставались и большим трудом отбились от властей еще тех но потом уже договор не прописали сейчас я понимаю всех стремленные договора и горки торги обликла серьезно вывести школу перевести сиропскую и мордовичную школу забрать все под какое-то коммерческое учреждение построить здесь стоит банку или то ли какие-то столовые не знаю рестораны там можно чего но слава богу что дождь живой сейчас и аккуратно его отремонтировали заодно повезло то что попали под программу нет я так понимаю ока было ваше ну в смысле дениса чтобы но это уже совсем не разворотили потому что это то есть к этому тоже были приложены какие-то усилия а портреты вот сохранились а вот про портретом осечуха значит он говорит пишешь ты как-то очень академически давай пиши вот хороший пикмастер но вижу что ты начинаешь хорошо заканчиваешь всегда как бы одинаково и драйвов пиши меня тебя базируют а потом мы решим идешь стиль же и это вообще беда многих художников начинается рихо даже мне мой один близкими человек который очень дружит с шиловым которого я какую-то не люблю он говорит 20 минут его начинает как он начинает начинает просто на это возрождение а потом начинается это беда многих мастеров которые начинают хорошо ну как лепка формы взять пятно взять образ и я тоже страдал тем что школа академическая и так далее но надо закончить и вот уже все передо мной дважды мне впервые я только писали еще стоп хватит и он получился похож на себя и жирописная работа не угасла поэтому я могу данную то что он когда-то мне сказал не пенис не довольность тормози в итоге я стал писать по 3-то только очень быстро и даже уже кажется были такие мне в жизни по поводу какие-то люди нам обеспечены говорят ну напиши вы знаете вот у меня фишка и что с натуры не проверяю что с натуры будет живая фотография будет просто обстоятельства сделаны с фотографией а тут я поймаю что-то другое еще будет стоить ей стоя я меньше чем 1000 евро я не пишу портрет потому что себя уважаю по чуть-чуть а делаю быстро вас удивит его муж тебе понравится нет 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 цена и она очень обеспеченная дама чеку сказанную работу она такая красавица абсолютно дам она казашка и очень красивая женщина и я пока пока она устраивалась и котиши с вами кофеечку там все и говорит так встал возле нее так вот присел в мольберты и как-то без позирования я ее написал она только училась позирую а слушай по-моему я уже тебе написал так получилось что он поймал да она выйдет на работу власти молодец от делания саломала деньги у тебя все партей шикарный поймал проходит день вы видите вечером уши василий типарыч работа написать зачем а не понравилось понимаешь там брошка очень дорогая она не зависит на брошку ты так мазнул так мазал где-то да да брошка наша была похожа на брошку понимаешь брошку я поправлю чуть другое там просядет потому что чуть другое там пропадет если она будет острая то 20 нет ну ты сейчас руку по часа я говорю слушай вот он жуткует 40 минут и вы плати вам дорого за галет ничего когда вы плати деньги большие за хорошие понятеля на сцене а тут мало-малый-малый писал хорошо приезжаю ну и да взял фаброшку мазнул раз у меня глаз потух тысяч у нас торта москва пропала которая была мягкость глаз мазнул поправил стрелку раз она стала более возрастная стала она вот я стала как я и сорок лет я была вылечить и среди где-то только то что уже было в поле да то что же было пойму вот я трону тебе больше не пробую твою работу вот этот факт то что значит многие художники и заказчики не понимают что труд заключается в улучшении не только в том что вас бастерски надо ловить и долго было приделывать каждую пентифлюшку но иногда это делается моментально и ловится свежая и еще к примеру истории колонических портретистов которые долго работали история написано родной письме правого про художника серого портретиста сейчас на русское гигантское он писал много из царского двора писал дам там сестер там нового дочерей и у него были сеансы 20-40 сеансов и все очень долго брал золотом машине и долго писал и один раз после 20 сеансов он штурм задергивал портрет и потом закончу покажу и это несчастная дама для вас только дёрнула там пустой хвост 20 сеансов пропасть скандалы какие-то там как-то сидел позировал а вы не писал он то ли не хотел то ли не было настроения у него то есть он и не писал на сеансы а потом писал за другое время то есть мы не знаем на сангеле я считаю художник работают так долго как он говорит и публично не понимал это время да не понимал это время художник думает года работает час нам пора ехать спасибо за это еще мастерская